Здравствуйте! Многие верующие оценивают свою веру, потому как к ним относится общество, как к ним относятся родные и близкие. Если выстраиваются доброжелательные отношения, если им дают положительную оценку, они считают, что действительно их вера правильная, практичная, потому что она помогла им выстроить взаимоотношения с другими людьми. А если к ним проявляется негативное отношение, осуждение, то они считают, что они некий изгои, что что-то с их верой не так, что-то Бог не может в их жизни осуществить. Вместе с нами сегодня Евгений, священнослужитель, психолог. Евгений, здравствуйте! Во-первых, рады, что вы с нами. Нравится другим. Это хорошо или что это? Ну, наверное, в какой-то мере, если это не выходит за рамки нормы, то это, наверное, каждому из нас как-то хочется, особенно если касается женщин, чтобы выглядеть не хуже, чем другие, чтобы нравиться. И на самом деле, люди существуют социальные, мы живем в социуме, и поэтому оценка нас со стороны социума, она играет тоже немаловажную роль. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется, ваш вопрос можно развернуть на три части. И отношение, во-первых, христианина к обществу или его реакция на оценку общества, обществом его, наверное, тоже может многое говорить о качестве веры этого христианина. Ну, мне вспоминается такой, из моей, наверное, такой личной христианской жизни, когда я сам только пришел в церковь. Вот эта вот черта всех неофитов, да, когда люди, которые приходят в церковь, это, наверное, скорее всего, такое, наоборот, нежелание смотреть, что про тебя скажут люди. Мне все равно, что обо мне думает, главное, что обо мне думает Бог. И часто это приводит к тому, что люди, особенно в первых таких шагах на пути к Богу, пришедшие к Богу, очень часто идут на конфликт. Более радикальные, более категоричные. Я сам, вспоминая себя лично, когда, допустим, я пришел в церковь, у меня какие-то были вопросы, конфликтные ситуации относительно моей веры, и, допустим, учебы в училище, в лицее, касаемо, я там в театре играл, касаемо моего отношения с теми людьми, с кем я, ну, как бы в моей труппе, да, как бы. И я, как бы, вот сейчас уж, как бы, оцениваясь сейчас, я понимаю, что я веду себя очень так порою, ну, так, радикально, да, грубо, и, как бы, людей это вызывало шок некий. То есть, как бы, это такая, я бы сказал, одна крайность. И которая, наверное, показывает, если человек, человек так себя ведет, здесь, наверное, такой, получается, перебор в сторону любви к Богу, такой влюбленности, даже что-то похоже на, наверное, на влюбленность двух молодых людей, когда... Обычную влюбленность. Да, когда они влюбляются, говорят, что там... Есть мир, для меня не существует. Да, мир больше не существует, розовые очки одевают, да, и эти двое влюбленных готовы, как бы, там, забежать на край света, там, да, там, от родителей, от всего общества. В это время тоже люди говорят, там, что вы, там, себя не так правильно ведете, как бы, там, ты, там, сходишь с ума, а они не замечают. Здесь нечто похожее, как бы, есть. Это, скорее, как бы, говорит о незрелости веры, да, потому что все-таки Священное Писание нас учит то, что две заповеди – возлюбие ближнего своего, да, вернее, возлюбие Бога своим сердцем, своей душой и ближнего, как самого себя. Поэтому только любовь к Богу и не обращать внимание на общество, или, вернее, начать с обществом как-то идти на конфликт из-за веры – это, наверное, ну, это очень неправильно. Но ведь бывает и другая сторона этого вопроса, вот о чем я спросил. Да, бывает так, что человек вот попадает в некую зависимость, да, он оценивает плоды своей веры или качество своей веры по тому, как у него получается выстраивать взаимоотношения с другими людьми. Все ли у него хорошо, хороший ли он христианин, есть ли у него вот уже какие-то напрягиваемые взаимоотношения, с кем-то он не может наладить взаимоотношения. Кто-то там его осуждает, еще кто-то добавит. Да какой ты верующий, если ты так ведешь? И все, и он упал ниже плинтуса и думает, какой же я верующий. Вот, да. Второй момент, который, мне кажется, в этом свете уже, который касается уже людей, ну, чуть, может, таких больше в Боге, наверное, это когда наоборот, когда люди начинают сильно огорчаться, что окружение не принимает их веру, или оно, ну, тоже это опять-таки связано, скорее, наверное, с людьми, которые вновь пришедшие к Богу, когда люди очень сильно разочарованы, что там родственники не принимают их веру, да, что их веру не разделяют, там, не знаю, и вчерашние друзья, одноклассники. И здесь надо понимать, что, ну, во-первых, невозможно... Ну, я просто не знал бы такого вопроса одного там тоже читателя, зрителя, который обижается на то, что брат не принимает его веру, да, как бы и всячески, как бы грубит ему на эту веру, когда он, ну, как бы себя, как бы о вере говорит. И здесь, наверное, такой вот яркий момент, что очень важно научиться строить с людьми отношения в другой сфере, не обязательно в сфере веры, да, чтобы как бы не идти на конфликт. А вот третий момент, например, я предвкушаю, о чем вы хотите мне спросить, это такое, когда заигрывание с миром, когда человек хочет всем понравиться, как бы, да, когда христианам, даже, я бы сказал, есть такая проблема, и такое встречается в церкви, когда люди становятся верующими или становятся христианами, потому что это как бы, это даже модно в чем-то, да, ну, модно не пить, модно не курить, да, модно прийти в общество, допустим, на свои старых друзей, и когда тебе там предложат выпить, ты скажешь, я теперь не пью, там, да, или заниматься спортом, быть таким правильным, и вот здесь, на мой взгляд, очень сильно попахивает таким христианским, как правильно, нарциссизмом, да, как бы, когда человек, по сути дела, вот этим, то есть если человек таким был нарциссом, то есть ему нравилось, нравится всем, да, и вот в данной, получается, ситуации он и веру свою использует как повод, вернее, как инструмент понравится всем, да, красивые слова, красивая одежда, потому что, кстати, как-то я тоже, я однажды попал в такую тоже капкан, когда, помню, я как-то шел по улице на богослужение в таком красивом костюмчике, и мой какой-то один такой старый знакомый стоял такой выпивший, и мне, говорит, ну, там, поздоровался, а я шел на богослужение, как бы, такой, весь холеный такой, да, и я ему так махнул головой, вот, и иду дальше, и он меня догнал, и, помню, вот он меня схватил, и, говорит, и вот, ну, как бы он вел себя некрасиво, как бы, не по-сетянски, но, на самом деле, для себя это, да, и для меня это был такой ответ Бога, как бы, он мне говорит, ты что, как бы, ну, вообще, ну, да, зазнался, как бы, ты что, не можешь нормально поздороваться, то есть, ну, для меня осенило, что я начинаю на каком-то этапе, как бы, в это христианство заигрываться, то есть, как бы, я начинаю заниматься таким самолюбованием, что я вот не такой, как вы, да, как вот, помните, мыльтвы фарисеи там есть, да, когда фарисеи молятся и говорят, спасибо тебе, Господи, что я не такой, как язычники, там, да, и не как вот этот мытарь, да, и для меня, да, это был такой явный, вот, прям, ответ Бога, я для себя да понял, что вот это вот желание, ну, опять-таки, оно, конечно, может быть, не желание понравиться всем, да, вот этому человеку я не пытался понравиться, но для себя, наверное, в тот момент, как бы, открыл такой некий, может быть, круг людей, которым я хочу понравиться. А есть еще одна такая, может быть, такая четвертая стадия, это когда человек такой, как называется, комформизм, да, когда пытается вообще всем понравиться, да, он такой человек, как бы, без своего мнения, да, вот это уже, ну, как бы ни в какие ворот, как бы, не лезет, потому что все-таки христианство подразумевает все-таки некий стержень, да, некие принципы, и если у тебя принципы какие-то внутренние появились, ты не можешь все равно всем понравиться. Надо сказать даже больше, Христос говорит, что меня гнали, и вас будут гнать. А за что его гнали, Христа? Значит, получается, той категории людей, которые его гнали, он не понравился, и получается, и христиан будут гнать именно та категория людей, которым они не смогли понравиться, да, поэтому пытаться всем понравиться, ну, говорю, тут как бы вот это либо такая бесхребетность, бесхарактерность, либо это признак такого нарциссизма, когда уже, а это, я считаю, грех, это такой эгоизм. А может быть, это не просто нарциссизм, а может быть, это просто связано как-то с самооценкой человека, то есть он пытается свою собственную значимость найти в подтверждении окружающих его людей, да? Такое же тоже может быть. Нет, понятно, что все, если даже я нарцисс, то как бы это все какие-то, ну, это все как бы расстройства личности, это все идет как бы из какой-то такой как бы нездравой психики, наверное, но тогда и возникает вопрос, а где это Христос? То есть если я, то есть понятно, что мы все приходим к Христу со своими какими-то проблемами, болячками, в том числе как бы и психологическими, да, и если я, использую Христа и христианство лишь для того, чтобы поднять свою самооценку, тогда, ну, и тут вспоминаются слова Иисуса Христа, который говорит, что толку, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь, как бы, да, то получается примерно то же самое, то есть как бы ты будешь, поднимешь свою самооценку за счет того, что ты... Здесь не в том, что ты поднимешь свою самооценку, а наоборот, у тебя настолько низкая самооценка, что для тебя очень важно, чтобы тебя другие оценили. Ну да. И вот это тебе придает... То есть это не то, что человеку нравится самолюбование, а как раз вот он зависим от мнения другого человека, потому что, возможно, он пережил какой-то опыт в прошлом, и вот у него проблемы с низкой самооценкой, и он ищет ее в подтверждении других людей. Ну, тогда получается здесь, ну, тоже, на мой взгляд, как бы здесь, если с такой стороны подойти, здесь некое, получается, идолопоклонство, когда я мнение человека ставлю выше, что ли. Опять-таки, тут по-разному, тут, мне кажется, вообще, вот в данной ситуации нельзя как бы так вот заочно кого-то осудить. Очень важно, наверное, с таким человеком вообще пообщаться лично, вообще как бы посмотреть, что именно легло в основу. Потому что, с другой стороны, если человек все время... Ну, если мы говорим о правильной общине, если человек все время ищет свой способ самооценку поднять, то, наверное, окружают его такие люди, которые, может быть, недостаточно ему это говорят на другом языке, языком любви, просто поведение, если ты... Если вот вчера мы с вами говорили на тему покаяния, когда мы приходим к Богу, такие, какие мы есть, и мы себя Богу отдаем, какие мы есть, в том числе и со своей самооценкой, и как бы Бог... Но что бы вы посоветовали человеку, которому вот его там кто-то из круга знакомых, может быть, из родных и близких, сказали, ну какой же ты верующий? И у него сразу пум, все опустилось, ну да, какой же я верующий, как я мог так поступить, как я мог так сказать, как я мог так ответить? По-разному, здесь просто как бы честности должен быть. Мне кажется, вопрос, кто это говорит? Может, здесь просто прямая манипуляция? Может, манипуляция? Если мы понимаем, что манипуляция... Вот как это понять? Ну, вот моей... У меня был такой случай, допустим, он, конечно, касался... Ну, он не христианства, а моей психологии как-то... Тут как бы не поспоришь. Сын у меня маленький, ему было буквально 4 месяца. Он там кричал, дуром орал. Я не стерпел весь, схватил что-то его. А дочка маленькая, ей было 4 года, когда я подошла и говорит, папа, ты же психолог. Какой ты, пустя, психолог? Я не умел, я торопел. И как ты с ней поспоришь? Что ты ее накашляешь? Ну, как бы она сказала прям... Ну, вот правду как бы, да? Спор не спорит. То есть, если человек реально делает какой-то аморальный поступок, ему говорят, какой же ты христианин, ну, Бог для этого и сделал. Так как бы церковь сделала общину для того, чтобы в общине мы могли... Ну, допустим, если сейчас я вот на вас смотрю, и что-то у вас какое-то там, не знаю, какой-то появится, какой-нибудь помарка, допустим, скажу, там, вот у вас там надо убрать, да? И это будет такая взаимопомощь некая. То же самое в церкви. А если это происходит манипуляцией мною и говорят, какой же ты христианин, раз ты вот так, раз ты не помогаешь мне, допустим. Ну, здесь очень важно научиться смотреть, наверное, на Писание, на Бога. И, ну, как бы вот, мы с вами тоже до этого говорили, вникать в себя и в учение, да? То есть, как бы, вопрос как бы не праздный. То есть, когда есть такое, что человек говорит, очень важно задуматься, от кого эта фраза происходит. И действительно, может быть, я действительно делаю что-то такое, что выходит за рамки моего христианства. Человек иногда это замечает и это говорит. И слава Богу, что он мне об этом говорит, да, честно. А может быть, это скрытая манипуляция. Потому что эта фраза, какой ты христианин, это очень частая фраза такая, ну, манипуляторов. И она, кстати, может даже и звучать так мило, может быть, что скажет, так, не знаю, полюбовно, так нежно. Какой же ты христианин, да, как бы. И это вызовет во мне такую тоску и желание потом доказать, что я христианин. И пошло, и пойти, и сделать. Ну, здесь как бы надо, наверное, вырабатывать себе вот этот навык, да, учиться. Опять-таки, как бы, стержень, иметь какой-то принцип своего христианства, да. Чтобы твоя вера не зависела от мнения других людей. Ну, да. Не зависела от того, что они о тебе думают. С одной стороны. С другой стороны, чтобы тебе не было совсем все равно, что о тебе думают. Ну, да. Да, потому что, это такие, вот когда мы говорим о церкви, мы говорим, церковь – это тело Христова. Церковь, она, то есть, а Христос меня как бы вот меняет, да, ведет. То, если так перефразировать, то получается, руками церкви как бы это и происходит. То есть, если церковь – это тело Христова. То есть, как бы, находясь в церкви, в общине, если это люди задрочно зрелые, духовные, искренние, и вот так как бы Христос так и будет через них вести. Сегодня другая есть крайность. Сегодня есть, наверное, мы с вами сам КЦ поднимаем, будет такую крайность, когда люди вообще, и без разницы мнения других, и сегодня стало модно уходить в такую онлайн-церковь, не знаю, то есть, сидеть по домам, и то есть, как бы, я сам себе христиан, такая фраза – Бог у меня в сердце, да, я сам знаю, что мне надо, что мне надо. То есть, он до того не зависит от мнения окружающих, имения церкви, что превращается в такую церковь в самом себе, как бы, да, что тоже, на мой взгляд, как бы, неправильно, потому что Господь говорит, я создам церковь мою, и врата они одолеют. И для чего-то Бог создает церковь, а церковь – это собрание людей, которые, в том числе, будут и нас как-то иногда и нам подсказывать, где-то, может быть, и обличать, где-то поддерживать. То есть, вот здесь очень важна такая здравая позиция, да, уметь не бояться быть верующим, независимо, невзирая на мнение людей, но при этом не переходить в ту черту, когда мнение людей будет повально, все от нас просто будут шокированы, да, нашей верой. Это тоже будет такой маленький сигнал, колокольчик, что что-то в моей вере, наверное, неправильное. Ну, я бы так вот. Спасибо, Евгений, за ваше размышление. Дорогие друзья, спасибо большое вам за то, что вы были с нами. Мы желаем вам вот этой вот мудрой середины, чтобы, с одной стороны, наша вера не строилась на мнении других людей, с другой стороны, чтобы мнение других людей не было нам безразлично. Редактор субтитров А.Семкин